Пассажирский состав 5327 движется из Москвы в сторону Санкт-Петербурга. Грузовой состав 5309 движется из Тюмени в сторону Камчатки. Военный состав 5104 двигается с подземной станции Сочи в военный порт. Нужно подойти в сторону моста на востоке. По идее, у любого нормального человека, когда речь идет о таком проекте, появятся три основных вопроса. Сколько это стоит? Сколько требуется времени на то, чтобы это построить? И когда это окупится? На все три вопроса у меня был один, но очень твердый, убедительный ответ – не знаю. Понятно, что при таких исходных данных трудно вступать со мной в какие-то партнерские взаимоотношения. Поэтому я понял, что если я хочу что-то сделать, нужно использовать только собственные силы. Существовал такой завод асбестовых технических изделий в Петербурге. В 90-е годы предприятие было приватизировано. Я стал одним из совладельцев предприятия. Дохода мне хватало на то, чтобы позволять себе путешествовать. И, собственно, вот в этих путешествиях я и отдохнул, и душа потребовала куда-то приложения, энергии. Сначала у меня была такая идея – попробовать создать ночной зимний Санкт-Петербург. Но потом аппетит приходит во время еды, мне показалось, что Петербурга мало. Казалось, это не масштабно. Мелко казалось, что можно попытаться добиться большего. Потихонечку это переросло в идею создания образа страны, образа России. Если человеку на улице сказать 800 квадратных метров, это кажется гигантской территорией. У нас для сравнения многих квартир, скажем, 30-40 метров. Это 20 квартир. Это достаточно серьезно. Но когда мы начали пытаться что-то помещать, когда я стал делать первые эскизы, для меня это, наверное, был шок. Потому что не то, что страна, город-то, район города не помещается. Вот это меня как-то ужаснуло, привело в какое-то такое… Ошеломилось, сбило ног, наверное, как у боксера, когда я получил такой просто удар, которого не ожидал. И 800 метров, оказывается, я тебе точно понимаю, что это мало. И 8 тысяч не помогут. Макс, ты помнишь, что мы здесь собирались сделать? Собирались сделать деревню. Участки мы туда нарезаем в глубину. Огороды, сараи какие-то, деревенские туалетики, фугала. Получается, сбоку участки друг от друга будут отделяться частью фасада и забором? Здесь между ними забор, да. Это забор между соседями. При всей любви к нашему другу у нас всегда были заборы между всеми участками. Я хотела стать врачом. Я хотела помогать людям. В 8 лет мне родители отдали мне в художественную школу. И все закрутилось, завертелось. В жизни все, конечно, намного проще. Взял поле и засеял. А здесь мы сажаем эти подсолнухи уже пятый месяц. Их более 20 тысяч. Сюда я пришла 9 октября 2011 года. Совершенно случайно с друзьями мы зашли, и все. Я потеряла голову. Я просто ничего не понимала, ходила как зомби. Я потеряла голову от объема, от количества деталей, от того, что машинки ездили. Я не понимала, как они это делают. Происходит авария. В общем, был шок. Как это можно было все делать. Оказалось, не много людей, но они все это делали, и мне тоже захотелось. В то время я искала работу. Друзья меня спросили, ты хочешь здесь работать? Я такая, да. Хватили меня за шкирку, потащили к Сергею Борисовичу. Посадили перед ним. И я сказала, я хочу здесь работать. На сегодняшний день Россия самая большая в мире страна. По крайней мере, по территории. Поэтому, если бы я задался целью выполнить ее в макете, в масштабе 1 к 87, мне бы потребовалась площадь соразмерная с площадью такого государства, как Великобритания. Было очень трудно, очень тяжело. И я вот тут вообще не понял, что мне делать. И потом вот я тогда понимал, что придется как-то это уже выбрасывать, то не делать, этого не добавлять. И, так сказать, крупно работать мелко, выкидывать регионы целые. Работали по 12, по 14 часов в сутки. При том, что сам макет строился круглосуточно. Но я здесь жил, фактически. Самое главное, что очень важно, что мне удалось собрать команду достойных людей. Они поверили в проект. И считали уже, наверное, проект какой-то частичкой себя, частичкой своей жизни. Леш, ну тогда смотри, начинаем его выставлять. У нас он должен все-таки с тобой оказаться так, чтобы зритель его видел. Когда я впервые сюда пришел, западная часть макета представляла собой подрамник, накрытый фонарой, то есть ровный стол. А на восточной начинали поднимать ландшафт. Поразил размах проекта. Это первое. А второе, в общем, наверное, потенциально увидел, что может получиться. Здесь я начал работать моделистом. То есть начал с самого низа. Потом меня повысили до начальника отдела железной дороги. Кость, кость, провод еще один. Если сравнивать нас с настоящей страной, настоящей Россией, то я, наверное, министр путей сообщения. У нас в Уральских горах есть ЦУП. Между собой мы его зовем Центр управления полетами. С него происходит управление всем макетом. Управление железной дорогой, управление автомобильным движением, управлением системой день-ночь. Локомотив 5332 прибыл на подцепку Камчатки. Поставил, запускаем. Чтобы по России ходило как можно больше разнообразных железнодорожных составов, мы используем револьверные обменники. Они управляются компьютером. В каждом может храниться до 30 составов. Заехал один, вместо него выехал другой. Сегодня мы обсудили создание новой сценки в деревне недалеко от Северного региона. И я уже приступила к работе. Работа над любой сценкой начинается с создания характерного ландшафта. Кажется, что это просто, но на самом деле совсем не просто. Необходимо создать горы, холмы, совершенно разнообразный рельеф. Вот, например, справа от меня зима, которую я делала целый год. И вот что получилось в итоге. Мы столкнулись с многими проблемами. Мы не знали, как делать сугробы. Мы не знали, как делать торосы, снежные заносы. Сосульки пришлось клеить. Создавать переходы из осени в зиму. Делать разные горки, игры в снежки, парки зимние, в зимнюю дорогу. Двадцать шестого маршрута нам надо шестую стрелочку сделать, чтобы весь маршрут дальнейший нормально работал. Давай попробуем сейчас стрелочку поставить. Для того, чтобы было разнообразие движения на макете, задаются траектории с помощью стрелок. Они похожи на трамвайные стрелки обычных трамваев. Сейчас мы устанавливали именно такую стрелку, чтобы траектория движения машинки могла меняться. После окончания института по распределению я попал в научно-исследовательский институт, закрытый в лабораторию, которая работала на Министерство обороны. Там занимался разработкой систем связи для обороны нашей, ну, закрытых, скажем так. Когда друзья пригласили меня на макет работать в качестве обычного инженера-электронщика, я сначала не понимал, что я вообще буду делать. На 17 маршруте поле маленькое, попробуй 25-й клапан. И вот тогда мне Сергей Борисович дал карт-планш. Сказал, Павел Николаевич, то, что вы считаете правильным, так и делаете. Вот это, на самом деле, фраза меня успокоила. Скорее всего, надо будет реле менять. Сейчас хорошо, спасибо. Россия сверху интересна всем и живописно-увлекательно, но мне, как технарю, интереснее под Россией. Здесь для меня более привычно, здесь я в своей тарелке, здесь я знаю все. Друзья, которые занимались вместе со мной разработкой в закрытом научно-исследовательском институте, они и сейчас работают. Не так давно меня звали к себе, но я уже его для себя в душе принял макет. Чудеснее этого макета, ну что? Вот он целиком чудо, вот это чудо. Иногда посещает такая мысль-мечта, что если бы взять, стать таким маленьким, один к 86-ти, и походить по нашей России здесь. Пообщаться с такими же маленькими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть какую-то передающую жизнь, отражающую жизнь нашу, действительно. На Дальнем Востоке, например, береговая охрана остановила браконьерский корабль, задержала его. У нас выходят на ход амурские тигры. В Сибири на берегу маленькой речки старатели моют золото. В тайге туристы встретили медведицу с медвежатами. Страшно испугались, достаточно яркая сцена. Там же в тайге, кстати, живет и отшельник. На севере, в вечном злоте, ученые нашли останки мамонта. Неподалеку в чумах готовят обед жены-оленеводов. Кстати, дома в северных городах стоят не на земле, а на сваях. Так же, как в реальной жизни. Ну, наверное, самая любимая, не только моя, а всеми зрителями сценка в Сочи, как маленький мальчик украл у женщины купальник и бежит по волнорезу, а она бежит за ним. Я крашу грунтом площадку под поле, под огороды, под лес. Крашу, сею траву. Различные камушки, песок. Совершенно хаотично, не соблюдая какого-то порядка. Сложность в том, что приходится прерываться. На макете день длится 15 минут и 2 минуты ночи, которые наступают плавно с востока на запад. Вот только покрасишь, только нанесешь клей, как тут же темнеет неожиданно. Клей высыхает, потом начинаем снова. Будет стройный густой лес, лесополоса, которая отделяет деревню от железной дороги. Я бы хотела, чтобы недалеко от деревни была сценка с сенокосом в поле. Люди заготавливают сено, косят траву. Это художественный образ. Это идея, это взгляд художников. Не одного, а многих. Это наше видение. Многие не понимают этого. Многие гости. Всегда должны быть люди, которые критикуют. Честно скажу, что мы к некоторой критике относимся с уважением, с пониманием и с благодарностью. Ну, например, у нас в дальневосточном регионе военный аэродром, на котором стоят на стоянке вертолеты боевые. И подошел к нам 11 человек. Я понимаю, что он несомненно имел к этому отношение. Говорит, ребята, у вас там вот стоит машина, у нее номер 13. В авиации не бывает 13-го номера. Мы говорим, спасибо большое. В тот же день было исправлено. Хотя очень часто нам бывает обидно и жалко, когда нас начинают критиковать, а до конца не рассмотрев. Наверное, говорят, там вот у вас подводные лодки, там должен быть поросенок жареный. Так он у нас там есть. У нас там действительно стоит повар, который с жареным поросенком встречает лодку из похода. То есть мы понимали, что существует такая морская традиция. И как раз этот момент и передали. Невозможно также Россию представить себя без знаменитого деревянного зодчества. Поэтому у нас есть образцы уникальных построек, собранных без единого гвоздя. Я, честно говоря, давно сбился со счета, сколько в нашей России живет население, проживает. Но я знаю точно, что количество жителей измеряется сотнями тысяч. Ну там полиция захватывает. Смотри, он к стене поставили всех. Полиция Мальчик в синем свитере у зоопарка. Пожалуйста, не трогай макет. Были лопасти у вертолета свернуты после одной группы. Достаточно много восстановительных работ. Периодически пропадают человечки, либо у них отсутствует какая-то часть тела, голова или ножка, что-нибудь подобное. У нас есть специально созданный митинг, где жители макета нашего протестуют. Только они протестуют не против какого-либо политического устройства, они протестуют против варварского к ним отношения наших гостей. Они у нас находятся с плакатами, они требуют, чтобы их не трогали руками, они требуют, чтобы их не ломали, и они требуют, чтобы их уважали. Наше отличие от европейских макетов в том, что это все-таки не макет железной дороги, а макет нашей страны. И железная дорога здесь не является главным элементом, она лишь дает жизнь макету. Если путешествовать по настоящей России на поезде, то это займет почти неделю. У нас состав от Санкт-Петербурга до Владивостока движется 15-20 минут. Средняя скорость 20 сантиметров в секунду. На шестом маршруте авария. Рома, что там случилось? Поезд сошел с рельс. Надо причину выяснить. Тут что-то со стрелкой кажется. У нас все как в жизни. И как в жизни у нас тоже случаются аварии. Банально из-за какой-то соринки на дороге. Если какая-то пылинка, соринка попадет, там чей-то волос прилетит, то это может привести к аварии. Все хорошо, можно запускать. Поехали. Мы с самого начала сделали несколько барьеров, которые останавливают грязь. У нас специально стоит оборудование. Потом невероятное количество всевозможных ковров, которые оставляют грязь. Ну и после этого, когда попадаем в зал, здесь двойная система. Здесь создано избыточное давление, которое выгоняет пыль. Ну и второе, это бесконечное мытье пола для того, чтобы было идеально чисто. Приходится очень часто ходить по макету, ходить по воде и что-то доделывать. И люди это видят и шутят. Ой, да смотрите, это гигант, это гулливер, это бог, это повелитель России. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень хотелось отобразить древолюционную эпоху. Мне очень хотелось отразить победу в Великой Отечественной войне. Я почти сразу догадался, как это сделать. Мы создали огромную киностудию, на которой якобы идут съемки фильмов. И как раз вот там-то мы отразили все вот это. У нас есть сцены приезда царского поезда. Есть идет параллельный такой маневровый локомотив, тащит платформу с киносъемочной аппаратурой. У нас колоссально там сделаны декорации. Показывают, как снимается фрагмент фильма Великой Отечественной войны. Танки, пушки, солдаты, окопы, взрывы. Вот все-все-все-все там полностью наворочено. И качество, и деталировки сцен таковы, что, в общем-то, без бинокля их не рассмотреть. При этом еще мы там же, рядышком, сделали съемки фантастического фильма, показав, что, собственно говоря, Россия действительно много снимает кино современного. Как вы его держите, смотри, а оно не на чем-то, что я не знаю. Я расставляю домики, распределяю участки, расставляю машинки. Кто-то приехал на свой участок, кто-то еще только едет. Очень красивые домики с резными ставнями и необыкновенными местными жителями. Так, слушай, ну в целом все. Ничего. Катюш, машинка у нас вот эта там заброшенная стоит, грузовичок, старенький. Да. Вот она немножко ее подпатинировать будет. Она сейчас слишком такая, слишком новенькая, слишком яркая. В общем-то, вся идея осуществлена, да, вот здесь вот так поярче, тут попроще. Катя, ну, по-моему, здорово, слушай, задача выполнена, молочина, как всегда. Я сейчас вспоминаю, с чем мы столкнулись. Какие были трудности, какие были сложности, казались непреодолимыми какие-то вещи. Но, однако, прекрасный русский поговорок «глаза боятся, руки делают» – она, как ничто другое, подходит к этому случаю. И мы действительно боялись, но делали. Какими надо было быть сумасшедшими, чтобы вообще в это вписаться. То есть мы сами ходим, и иногда самим не верится, что мы смогли это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!